калибри приходит порхает и отсюда она всасывает мед вот здесь есть мед вот смотрите вот здесь есть капли меда вот именно вот вот этих цветков питается маленькая птичка калибри она порхает здесь в одном месте и отсюда берет нектар вот обратите внимание внутри этого свитка есть сверху пыльца а сзади мед вот вот здесь мед сверху пыльца и когда птичка кушает отсюда мед к нему попадает пыльца и переносится на другие свитки потом от них уже вырастает уже плоды семена да вот все это сделано с огромной мудростью и пониманием дела вот но это только лишь края знания которых вложил бог на самом деле если вы обратите внимание вот они имеют острые края отсюда энергия вылетает и ночью светится получается вот этот цветок светится в ночи но это только часть когда она светится энергия статическая выходит и создает озон озон это небо посмотрите растения создают небо вот они имеют острые края вот отсюда энергия статическая вылетает создает озон вот но чтобы все это работало именно так нужен изолятор молнии изолятор молнии это каменный уголь вот как человек может создать искусственный изолятор молнии для этого он может использовать метан битум то есть нефтепродукты и уже с помощью этих составных частей человечество может создавать себе изолятор молнии чтобы все она работала как надо а это только часть на самом деле энергия которая вылетает отсюда статическая энергия которая вылетает она является плюсовым как и молния вот энергия молнии плюсовая она попадает в землю и отсюда выходит статическая энергия плюс отрицательные электроны попадают от воздуха в листья а потом эти отрицательные электроны начинают через корни притягивать катион водорода катион водорода появляется из-за замыкания энергии молнии в древесных углях или в самом каменном угле в графитах таких как кокс вот то есть все это делает их делает растения чтобы они росли быстрее то есть энергия молнии которая распространяется над поверхностью земли она дает им питание то есть удобрение дают да вот то есть эти растения получают именно такие удобрения как они он гидрокарбонат и водород в большом количестве понимаете это только часть то есть мы можем получить из этих растений что-то другое чего мы сейчас не можем знать то есть нужны экспериментальные доказательные базы для того чтобы узнать именно какие химические элементы здесь при этом вырабатываются создаются это только часть если мы будем кушать их то что мы будем ощущать какие болезни она может излечивать вот это только часть которого мы не знаем именно эти технологии вот эти технологии мы можем использовать для создания других планет как сатурн марс юпитер вот с помощью этих технологий мы можем создавать атмосферу в любых планетах то есть мы можем использовать атомную энергетику нефтяную промышленность для создания новых планет то есть используя энергию атомных реакторов мы можем создавать из льда пар вот с помощью буровых установок мы можем выкачивать нефть и создавать изолятор молнии и выращивать в разных планетах вот эти растения которых нам подарил наш творец всемогущий бог